В стенах администрации Каспийска состоялась 33-я сессия собрания депутатов городского округа город Каспийск 7-го созыва. В ходе встречи депутаты во главе с председателем Абдул-Вахидом Джаватовым обсудили актуальные вопросы. Началось мероприятие с обсуждения вопроса о внесении изменений и дополнения в устав городского округа город Каспийск. По данному вопросу с докладом выступил Гасан Малаев. Так, пунктом 30 части 1 статьи 14, пунктом 27 части 1 статьи 15, пунктом 34 части 1 статьи 16 и пунктом 12 части 1 статьи 162 настоящего федерального закона по вопросам местного значения городского округа и сельского поселения, муниципального района, муниципального и городского округа, внутригородского района Отнесено решение таких вопросов, как участие в реализации молодежной политики, разработка и реализация мер по обеспечению и защите правил законов интересов молодежи. Кроме того, в ходе собрания также были подняты следующие темы. Утверждение порядка уведомления лицами, замещающими муниципальные должности в органах местного самоуправления города Каспийска. О возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая проводит или может привести к конфликту интересов. С докладом по данному вопросу выступила заместитель председателя собрания депутатов Аза Алиева. Лица, замещающие муниципальные должности в органах местного самоуправления городского округа города Каспийск, обязаны применить меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов и урегулирования возникшего конфликта интересов. В случае возникновения у лица, замещающего муниципальную должность в органах местного самоуправления городского округа города Каспийск, личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, он обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда ему стало об этом известно, уведомить об этом собрание депутатов городского округа города Каспийск. Майор полиции города Каспийска Магомед Али Алидаров также поделился статистикой случаев ДТП за прошедший период. Он рассказал, что количество аварий практически не изменилось, но наблюдается заметное снижение тяжести последствий пострадавших при ДТП. У нас за 2022 год погибших 4 человека, а за 2023 год 1 человек. В основном все это зависит от уровня тяжести, от скорости транспортных средств и соблюдения требований правил дорожного движения, участников дорожного движения. Но что хотелось бы отметить, что только за январь месяц личным составом отделения ГИБДД выявлено 2595 административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. В связи с массовым количеством нарушений глава города Каспийска Борис Гонцов обратился ко всем водителям республики с просьбой быть бдительными на дорогах. Кроме того, он также привел в пример недавний случай ДТП в городе Махачкала. По неосторожности водителя, в результате которого погиб юный спортсмен. Это может быть неисправное автотранспортное средство, на которое он опять же сел в нарушение правил дорожного движения. А третье тоже, ну да. Так ограничить эти отбойники нужно не для того, чтобы их сносить или не для того, чтобы в них врезаться и не падать там куда-то. В завершении заседания члены собрания наградили депутата городского собрания Расима Исмаилова благодарностью за активную деятельность в развитии образования местного самоуправления. Спасибо. Спасибо.